сергей а сколько на данный момент пакетов продано вот говорите 300 партнеров до пакетов сколько продано у нас есть несколько человек которые купили ну меньше десяти которые купили по два по три по четыре пакета а в основном все покупают по одному сергей скажите пожалуйста один человек сколько может пакетов купить на сегодняшний день у меня такого как бы ответа нет я готов я не заинтересован чтобы один человек у меня купил все пакеты потому что это называется инвестор уже и это совсем другой разговор меня заинтересован в том чтобы не было очень много партнеров почему я объясню почему потому что партнеры это люди которые заинтересованы в продвижении этого проекта вот смотрите опять же расскажу на примере города киева смотрите когда мы будем соберем деньги на рекламную кампанию город киеве назначим день x что такое назначим с какого-то числа начнется рекламная кампания к этому времени мы должны подготовиться то есть напечатать рекламную продукцию это мы должны написать big board создать это потом отдать и печатную чтобы напечатали листовки какие-то флайера там все возможное то есть это идет определенная подготовка к рекламной кампании а потом определенные деньги начинает стартовать рекламная кампания и это реклама в интернете это реклама метро будет и И параллельно что мы сделаем? Мы на сегодняшний день, по моей технологии, которую я разработал, мы что делаем? Мы привлекаем партнеров. Мы зашли в группы, связанные с заработком в интернете, там располагаем посты. Это наша целевая группа на сегодняшний день, заработок в интернете. Мы там располагаем посты для того, чтобы люди, которые ищут возможность заработка, увидели наше предложение, зашли в наш чат-бот, ознакомились с этим и стали партнерами. Но когда мы начнем саму рекламную кампанию в Киеве, вот эту работу мы перекинем на Киев. Каким образом? Мы зайдем в киевские группы, в ТикТок, в Инстаграм, в Фейсбук. И представьте себе, что мы выложим 20 постов, уже рекламировая сам проект. Параллельно с рекламой, которая будет идти за деньги, мы зайдем в 20 киевских групп и выложим какую-то рекламу нашего продукта. Допустим, что в Киеве запускается проект, которым очень удобно найти любую услугу, заказать такси, там разная будет реклама. И представьте себе, что под этими 20 постами 1000 людей напишут лайки и комментарии и поделятся этим. То есть параллельно с рекламой, которая будет идти за деньги, будет очень мощная реклама в социальных сетях. Это только на Киеве. Когда у нас будет 2000 партнеров, 3000 партнеров, 5000, 10000 партнеров, 20000 партнеров. Представляете, как мощно мы будем рекламироваться. Я выложу 20 постов, а под каждым постом появится по 10-20 тысяч комментариев, лайки и репостов. А вы на это потратите всего лишь вот эти 15-20 минут. Это очень важно. Партнерская поддержка очень важна для нас. Почему вы будете писать комментарии потом? Я объясню сейчас простыми словами. Смотрите, каждый исполнитель, который находится в вашем кабинете, он будет приносить вам доход только в том случае, если он будет получать заказы. И чем больше заказов он будет получать, тем больше, соответственно, мы будем вместе с вами зарабатывать. То есть вы как партнер, вы заинтересованы, чтобы исполнители, которые находились в ваших кабинетах и в кабинетах партнеров под вами получали заказы. А для этого что нужно делать? Для этого необходимо один раз в течение дня зайти на наши странички, открыть рекламные посты и написать там лайки, комментарии и все. Но для чего это делается, вы как бы знаете, что мы пишем лайки, комментарии для того, чтобы увеличить обхват людей, которые будут видеть эти посты. И чем больше людей пишут комментарии и лайки под этими постами, тем больше охват людей видят эти посты и эту рекламу. И все взаимосвязано получается. То есть мы друг другу помогаем, мы объединяемся для того, чтобы запустить классный проект в Украине, а потом во всем мире, а потом всю жизнь зарабатывать. Еще вопросы, пожалуйста. Вот ко мне пришел в этот кабинет, значит, партнер зарегистрировался, да, и он решил купить в рассрочку пакет. Вот. И за 10 дней он внес первоначальный взнос, и за 10 дней вы ему добавили партнера. От этого партнера поступают деньги к нему в кабинет. Может ли партнер эти деньги внести в счет рассрочки за пакет? И как это сделать? Ну это делается автоматически. Когда человек покупает рассрочку, я деньги ложу на счет, те, которые он внес первоначальные. Вот если вы сразу купили пакет, пакет выкуплен, у вас на счету ничего нет. У вас пакет есть, и уже добавляются партнеры, и когда от партнера приходит вам доход, вы можете эти деньги сразу выводить. Это если вы купили сразу пакет. А если вы купили пакет в рассрочку, я на ваш счет ложу эти деньги. Потом к вам добавился партнер, эти деньги я тоже ложу на счет. Потом вы пригласили партнера, и эти деньги я ложу на счет до тех пор, пока вы не выкупите пакет. Как только вы выкупили пакет, я сумму за пакет списываю. И таким образом мы видим баланс. Сколько вы вложили, сколько добавили. И там, допустим, вы внесли второй платеж, вы пригласили партнера, мы вам дали партнера. И все эти деньги складываются для того, чтобы суммируются для того, чтобы вы выкупили пакет. После того, когда суммы будет достаточно, стоимости того, допустим, если в разочку тот же стартовый пакет, стоит 75 долларов, в эквиваленте, когда сумма достигается до этого, до этой суммы, я потом списываю сумму, а пакет остается там. Вы этот пакет можете потом на нем зарабатывать, когда мы проведем рекламные кампании. Вы можете приглашать партнеров. И если вам пригласите, и 25% от суммы упадет на ваш счет, вы эти деньги уже можете выводить, когда ваш пакет будет. Можете потом ее продать, подарить, оставить по наследству. То есть, это ваш пакет один раз на всю жизнь. Еще вопросы, пожалуйста. Разрешите? Олег, говорите, я попозже тогда. Наверное, интересуюсь, когда мы юридически это будем все оформлять. Значит, смотрите, где-то в конце января, в середине февраля я буду регистрировать компанию. И как только я проведу регистрацию, сразу от имени этой компании со всеми партнерами будут заключаться договора. Сейчас я работаю от имени частного предпринимателя, но для того, чтобы проводить рекламную кампанию, нам нужно будет уже юридическая фирма, от имени которой мы будем проводить рекламную кампанию. Так что по срокам это где-то, ну будем так говорить, февраль месяц. Осталось где-то полтора-два месяца до этого момента. Сергей, а вот в шапке сайта там хелфи и написано альфа. То есть это какая-то начальная версия, что ли, будет бета еще какая-то и финальная потом, да? То есть как это, стадии какие-то, да? Ну смотрите, да. Чтобы вы понимали, то, что вы сейчас видите на экране, это альфа-версия, для того, чтобы вы поняли суть предложения. На сегодняшний день мы сделали намного больше. И перед стартом рекламной кампании обновятся сайты, приложения. Уже вы увидите те фишки, которые мы заложили в проект. Я объясню, почему я не показываю сейчас все то, что мы сделали. Потому что мы не хотим, чтобы наши конкуренты увидели раньше времени некоторые вещи, которые, будем так говорить, ноу-хау, такие хорошие, которые, ну чтобы они не переняли, где-то за две недели до старта рекламной кампании произойдет обновление. Вот у нас будет, допустим, мы назначим рекламную кампанию, там, вы будете знать, что рекламная кампания за месяц. То есть вы будете знать, что через месяц такого-то числа мы готовимся к такому участку проводить рекламную кампанию. Где-то за две-три недели до старта рекламной кампании произойдет обновление сайтов, приложений, ну всего, кабинетов. И, ну, что такое обновление? Это просто обновиться, вы знаете, что такое. Обновиться, там вы увидите те фишки, которые там будут присутствовать. Но это делается для того, чтобы не показывать раньше времени конкурентам. У нас и так очень много ноу-хау, но там еще есть интересные. Не хочу передавать раньше времени. Поэтому в приложении, которое на андроиде и на сайте, мы написали, что это приложение – это бета уже, а сайт – это альфа у нас. Сергей, еще такой вопросик. А что касается защиты аккаунтов? Там будет какая-то защита, например, двухфакторная аутентификация, например, там, в плане того, что будет ли привязка к телефону, к номеру телефона или как? Ну, в целом защиту как-то, вот, поясните по этому моменту. Ну, смотрите, на сегодняшний день защита работает каким образом? Защиты как таковой нет, есть логин и пароль, и все. Но деньги вас сразу вывести не смогут. Почему? Потому что я делаю задержку от 3 до 5 банковских дней. То есть, если даже кто-то взломает ваш аккаунт и нажмет на кнопку «вывести деньги», то он их не сможет вывести в течение минимум трех дней. Я думаю, в течение трех дней вы можете зайти, если вас взломали и ваш пароль не подходит, вы всегда можете ко мне обратиться, что вас взломали, и мы восстановим вам пароль. А деньги они не смогут вывести, потому что, как бы, нельзя так вот сразу нажал кнопку и вывел. Надо подождать. Но в будущем у нас будут реализованы функции двухфакторные. Вот к тому моменту, как мы говорим, обновление, когда пройдет, тогда будет реализовано уже в кабинетах. В кабинетах будет очень много тоже интересных фишек, которые мы реализовали. Вы сможете потом редактировать свои данные, добавлять туда все вещи, которые необходимы. Будет реализовано, да. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, раньше базовый вот 35%, а сейчас уже 8%. В дальнейшем тоже будет процент увеличиваться? Будем смотреть, как нам скажут юристы на этот вопрос. Понимаете, есть такое понятие, как нужно платить налоги. Сейчас у нас частный предприниматель на едином налоге. Пока мы не пересекаем определенный оборот по деньгам, мы влазим к частному предпринимателю, платим единый налог и мы входим. Но когда начнет работать компания, там обороты будут намного больше. И тогда уже, я сейчас уже буду консультироваться с юристами, как минимизировать налоги. То есть налоги мы в любом случае будем платить, но каким образом их уменьшить. Ну я вам приведу пример, вот те, кто проживает в Украине, у нас есть такой монобанк, слышали такой кто-нибудь? Да, конечно. Вот в монобанке есть такая функция, называется кэшбэк. То есть когда вы покупаете товар, вам накапливается кэшбэк, а потом вы кэшбэк можете перевести на свой счет. Переводили когда-нибудь? Да. Так вы видели, сколько там снимается за кэшбэк? Там 22,5% снимается. Это налоги, которые мы были должны платить государству. Алло. А вот, Сергей, такой как бы еще вопрос. У меня вот телеграм-канал есть свой, и я, допустим, не купил бизнес-пакет. И если я приглашу людей, ну а потом куплю бизнес-пакет, у меня эти люди останутся, которых я приглашу? Ну, смотрите, тут нюанс очень важный. Зарабатывают только партнеры. А что такое партнер? Это партнер, который приобрел пакет. То есть, если вы сейчас пригласите людей, и они не купят пакет, то они вас, а потом после вас купят, то вопрос будет нормальный. Вы купите, потом они... Но если вы пригласите, и он купит пакет, то вы не заработаете. Спасибо, понял. Ну, будем так говорить. Минимальная сумма, которую можно начинать в нашем проекте, это 20 долларов на следующий день. У нас, когда мы начинали, был 1 доллар, потом 5 долларов, сейчас 20 долларов. То есть, я думаю, что любой человек может найти 20 долларов, чтобы купить стартовый пакет в рассылочку и уже начать зарабатывать. Еще такой вопрос, скажите. Вот мы можем, объясните всем, мы можем только партнеров приглашать, или можем исполнителей тоже так же приглашать в свои кабинеты, или проект, и как им объяснять вот это все. Например, такой, я приглашу товарища, он там сантехнист, и он вступает к нам в хелпе, то есть, он будет... Вот как ему эти деньги он будет платить, как ему их отнести, или как ему предложения, ну, вот эти, такие нюансы, можно объяснить? Ну, смотрите, во-первых, приглашать не можно, а нужно будет. Почему я... То ли нам делать рекламу по приглашению исполнителей, то ли вы их сами приглашите, а потом на них будете зарабатывать. То есть, первый ответ, да, нужно будет приглашать. Вопрос, когда? Вот, давайте так, мы проводим рекламную кампанию в городе Киеве, и перед стартом рекламной кампании нужно будет приглашать исполнителей из города Киева. Если вы сейчас пригласите исполнителя, который проживает, допустим, в Житомире, ну, допустим, или в другом городе, в другой стране, в России, например, в Казахстане, там, или в любой другой стране, этот исполнитель не будет получать заказы. До тех пор, пока мы не дойдем до его города и не проведем там рекламную кампанию, он заказов получать не будет. И что получится? То вы пригласите человека, скажете, вот есть классный проект, зарегистрируйся. Он зарегистрируется, потом через месяц позвонит с вами, как я говорю, куда вы меня пригласили? Тут заказов нет, вообще нет заказов. И может написать нам отрицательный отзыв, что это за программа, которая не дает заказов. То есть, по исполнителям будет определенная программа, я буду проводить и обучать вас делать, как приглашать исполнителя. На сегодняшний день пока мы с этого делать не нужно, потому что мы получим отрицательный хэтчбэк от людей, которые оказывают услуги из других городов. Это первое. Второе. Как приглашать? Это очень просто приглашать. Вот смотрите, если кто-нибудь выйдет на улицу, посмотрит на заборы, на объявления, этих людей очень много. Кто-то ремонтирует компьютеры, кто-то ремонтирует сантехники, электрики, их реально много. Просто надо обратить на это внимание. И приглашать очень просто. У нас даже есть видео, как наша девушка с полцентра приглашала исполнителей. Кто такое видео смотрел? Да, я думаю, все смотрели. Да. Там очень просто. Есть три информации. Телефон этого человека, как его зовут и какие услуги он оказывает. Если у вас есть эти три информации, считайте, что на 90% это ваш исполнитель. Вы звоните человеку, говорите, здравствуйте, Вася. Видела ваше объявление, что вы собираете мебель. Вот сейчас запускается в этом городе проект. Вы можете бесплатно зарегистрироваться и вам будут поступать заказы. Интересно, неинтересно? Я хочу сказать, из 10 человек, 7-8 говорят, да, интересно. Куда вам прислать ссылку? Вайбер или Телеграм? Он говорит, туда-то вы ему просто со своего кабинета посылаете ссылку, он регистрируется исполнителем, все, он в вашем кабинете по жизни. Таких исполнителей можно нарегистрировать. Регистрировать исполнителей несложно, но важно понимать, когда их регистрировать и где их регистрировать, чтобы не получить отрицательный фэшбэк. Ну, понятно, он отремонтировал кран или там сделал все, и он получил эти деньги. Как он будет деньги эти внести в проект? Вот ему надо внести, поделиться вот этот момент уже. Нам надо объяснить будет. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь на такси ездил из вас? Да, я думаю, все ездили. Как это происходит? Вы звоните по телефону в какую-то компанию, они вам присылают водителя такси, вы садитесь, ездите с точки А в точку Б, в конце дороги он говорит, с вас какую-то сумму называет, вы ему наличкой отдали, и все. Но если этот водитель не заплатит за этот заказ процент, то вам следующий заказ не получится. Ну, как бы, это уже все работает. Мы не будем изобретать велосипед. Это уже все работает. Чем мы лучше? Раньше объявления были в газетах, помните, газету открываешь и там листаешь ее, там всевозможные мастера там в этих газетах есть. Видели такие газеты? Да, видели. Видели. То есть, по сути, мы та же самая газета, только усовершенствованная. Человек платил газету какую-то сумму денег, чтобы расположить и держать объявление. Вот, Вася электрик, звоните туда-то, я готов. Но чем это объявление в газете отличается от нашего? В газете вы видите, что он Вася, что вот его телефон и что он электрик. А не видите, свободен он, не свободен. Вы не видите отзывы про этого Вася, вы не видите цену, вы не видите много информации в газете. Здесь же вы увидите намного больше про этого Вася. Понимаете, в чем разница? А по сути, мы делаем то, что уже было, только усовершенствовали этот суд. А вы еще не знаете в газете, где этот Вася находится. Рядом с вами или в другом части города, другой части города. А здесь вы видите, что Вася находится вот буквально в соседнем подъезде оказывается, а вы не знали. Я вот хотел бы, Сергей, у вас еще уточнить, вот как это будет развиваться у нас в России. Я вот с Россией человек и живу в городе Омск. И работает ли компания в наших городах здесь? И допустим, если мы будем зарабатывать в гривнах, это значит вывод будет конвертироваться, правильно? Я понимаю. И также будет сниматься это процент. Так и есть. Вы будете зарабатывать на исполнителях, которые будут в Киеве, а потом в Харькове, Запорожье. Мы в Россию со временем зайдем, но еще раз говорю, чтобы зайти в Россию нам надо решить две проблемы. Это законодательство, которое там есть, чтобы наш проект не противоречил законодательству. И я так думаю, что мы скоро в Россию не зайдем. Сначала мы будем заходить в другие страны. Но как партнер вам какая разница, откуда получать? Если какой-то сантехник в Польше будет вам приносить доход, вы будете против? Да, нет, конечно, не против. Как бы просто я думал, что каждый зарабатывает у себя в стране. Я сначала так думал. Неправильно вы думали. Принцип работы очень прост. Вы сидите дома, хотите чай или пиво, смотрите телевизор. В этот момент в каком-то городе кто-то отремонтировал холодильник, заплатил процент сервису, а часть процента попала вам на счет. В другом городе кто-то отремонтировал электричество вы получили. И вот есть 10, 20, 30 человек или 50 из каждого заказа вы получаете. А не имеет значения в каком городе. Мне многие люди говорили, вот я живу там в таком-то районе, извините, маленьком, и хочется, чтобы он работал там. Ребята, да вы будете получать вот те партнеры, которые сейчас пришли, они будут получать больше, чем те как партнеры, которые придут после вас. Объясню почему. Потому что мы запускаем Киев, тут больше заказов, тут больше чек. Кто такой чек больше? Ну, то ли любой чек. Тот же заказ такси с точки А до точки Б будет стоить дороже, чем той же Винницы, допустим. Вы сейчас будете получать исполнителей, которые получают больше заказов и у них больше чеки в Киеве. А уже те, которые придут после вас, допустим, уже в Одессе, там чек чуть поменьше и заказов будет меньше. И так в других городах. И чем ниже города мы будем спускаться, тем меньше заказов, тем меньше чеки будут. Поэтому ваш интерес получить исполнителей из больших, хороших городов. Это выгодно. будет для вас. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а внутренние переводы облагаются налогом или нет? Вот, допустим, мне партнер хочет там одолжить деньги, чтобы я закрыла свой пакет. Да, кстати, очень интересный вопрос. Спасибо, что вы его задали. У нас будет внутренние деньги. Они уже у нас есть реализованные. То есть, вы даже за услуги сможете рассчитываться с личного кабинета. И внутренние переводы будут, и у нас облагаться они не будут этим самым. Спасибо за ответ. То есть, когда мы запустим проект в Киеве, допустим, если вы партнер и приедете, или вы партнер с Киева, или приедете в Киев, вы закажете такси, допустим, или какого-то мастера, то вы прямо со своего счета можете перечислить эти деньги на счет исполнителя до заказа. И мы планируем еще в ближайшее время выпустить, может быть, кто знает, такое токены? Да. Вот мы будем еще выпускать токены для того, чтобы привлечь хорошие инвестиции в наш проект через токены. Ну, это одна, это еще рано рассказывать, но это будет. Извините, а можно прийти сейчас? Извините, а можно уточнить? А токен будет внутренний, получается? Токен компании или какие-то другие? Внутренний, конечно. Healthy token будет. Спасибо. Их можно будет покупать, и они будут дальше расти, так? Ну, смотрите, если вы помните вот этот вот первый момент, который я вам показал, вот этот вот, что Airbnb стоит 35 миллиардов долларов. Это сервис по заказу гостиниц, а капитализация Uber 73 миллиарда, это сервис по заказу такси. А в нашем сервисе можно заказать и такси, и гостиницу. То почему бы нам не стоить столько же, сколько стоят они? чем мы хуже? Ну, то есть, токен это своеобразная акция компании? Да. Ну, это свое рода ICO будет. Мы подготовимся к ICO, будет предстарт, будут токены продаваться. Ну, я не знаю, просто все ли понимают, что это такое, но когда будет к этому времени подходить, все партнеры будут знать. То есть, вы будете знать, что мы начинаем выпускать токены, мы будем делать децентрализованную платформу, то есть, на блокчейне со временем, чтобы все это работало, потому что у нас есть на чем делать, то есть, каждый исполнитель это единица, которая приносит пожизненный доход. Здесь можно реализовать блокчейн и реализовать ее в нашем проекте. И у нас будет внутренняя валюта по расчетам внутренним, то есть, все это будет происходить. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, я хотела бы уточнить, вот вы говорили о том, что вот эти налоги, да, вот вы будете платить уже, как зарегистрируется фирма вся, вот, а я хотела бы узнать, а мы налоги уже тогда не должны государству платить, если вы платите за нас налоги, я правильно понимаю? Ну, смотрите, по этому вопросу я буду специально навнимать юристов, чтобы они мне дали четкие ответы. Я четко не могу сказать 100%. Я привел пример того же монобанка, что монобанк, когда выводит кэшбэк, он забирает 22,5%, он автоматически платит налог за вас. Ну, вот этот момент очень сильно интересует, почему? Потому что доход будет, и надо же, а не дай бог, какая налоговая, или что будет, какая-то проверка твоих финансов, а потом ты не заплатил налоги, и что делать? этому будет посвящено официальные вебинары, мы будем приглашать юристов, которые нам четко расскажут все эти на сегодняшний день, что я знаю. Во-первых, часть из вас могут быть частными предпринимателями, и если вы являетесь частными предпринимателями, то вы уже платите налог, вы просто можете внести этот доход в список своих доходов, как частный предприниматель, и платить налоги по частным предпринимателям. Это первый вид. Второй вид, любое физическое лицо может получать дополнительный доход, но оно обязано один раз в год декларировать свой доход и платить с ним налоги. То есть, вот если физическое лицо в течение года получило какие-то дополнительные доходы, они превышают какую-то сумму, то в конце года, в первом квартале вы должны заполнить декларацию о том, что вы в прошлом году получили такую-то сумму дополнительного дохода, и согласно этой декларации вы должны будете заплатить тот доходный налог, который конкретно в вашем Украине или в России или в другой стране должны граждане заплатить. То есть, предприниматель платит сразу налоги, он предприниматель платит налоги, он просто добавляет себе этот дополнительный доход в сферу тех доходов, которые у него есть, и он платит с них дологи. А если вы физическое лицо, то вот один из моментов, которые на сегодняшний день есть, и они работают, то что вы должны один раз в год заполнять декларацию и показывать этот доход и платить с него налог. Это на сегодняшний день так работает. Но еще раз говорю, что когда мы это все будем запускать, мы будем изучать налоговое законодательство, оно сейчас меняется, и уже будем давать рекомендации, как лучше вам, чтобы вы спали спокойно, как говорится, чтобы мы спали спокойно, и вы спали спокойно. Спасибо огромное. Главное, чтобы не получилось так, что вы платите, и мы платим, получается, мы платим все вместе вдвойне. еще раз говорим, мы же не такие глупые люди с вами, мы же найдем компромисс. Для этого есть юристы, которые бухгалтера, которые найдут нам возможность минимизировать. То есть мы должны минимизировать налоги только законным путем. Сергей, вы занимаетесь благотворительностью, а сейчас этот вид деятельности как бы не облагается налогом, и очень многие компании в свой маркетинг включают благотворительность, и тогда все и партнеры, и вы будете застрахованы от налогов. Ну, да, мы, еще раз говорю, когда мы зарегистрируем в феврале компанию, и мы обязательно пригласим юристов, бухгалтеров, заплатим им деньги, чтобы они на сегодняшний, на тот момент просчитали нам все варианты. Они предложат нам один вариант, второй вариант, третий вариант налогообложения и всех этих нюансов, и мы уже потом выберем и определимся, по какому пути мы пойдем. Вы об этом будете знать, потому что, когда мы это сделаем, я проведу очередную встречу, и будет посвящена встреча именно налоговому законодательству нашему, чтобы мы понимали, чтобы вы понимали, как мы движемся, как мы существуем в этом пространстве, так будем говорить. Все это будет донесено до вас, чтобы вы знали. Ни в коем случае не получится такого, что вы будете платить налоги, мы будем платить налоги, но это глупо. Еще вопросов? Вопрос по партнерам. Можно? Можно. Нужно. Ну, то есть, вот не все партнеры, там есть возможность там каждый день лайкать, репостить, приглашать и так далее. Если партнер, то есть доход по-любому человек будет получать? Смотрите, вот те, кто не может каждый день, вот тут у нас есть страничка, называется правило, если не знаю, заходили бы на нее. Ну да, смотрел. Да, тут здесь есть, вот допустим, у вас базовый пакет, вот вас через 11 дней плюс-минус 3-5 дней, то есть это не ровно через 11 дней, а плюс-минус 3-5 дней. Но вот если вы 11 дней отработали, эта компания уже вам априори должна дать партнера. Но тут надо понимать одну вещь, что, вот я, кстати, очень хороший вопрос, и я хотел бы ее тоже более детально объяснить, что у меня нету партнеров в этом складе. Понимаете, я их получаю благодаря рекламе. Вот человек зашел, я его под кого-то подписал, еще один человек зашел, я кого-то подписал. Мало того, я должен еще подписать партнера того же уровня. Допустим, если у вас базовый пакет, то я должен под вас подписать партнера базового уровня. И не всегда так получается, что у нас есть как-то они волнами. То их много зашло, то их мало зашло. И получается, что день в день не получается мне партнера дать. Но я хочу сказать сразу всем, чтобы вы понимали, что если в вашем пакете написано на сегодняшний день, что вы получите пять партнеров без приглашения, то вы их однозначно получите. Чуть раньше, чуть позже, но вы их получите гарантированно. Если у вас написано, что вы получите 20 исполнителей, то вы их точно получите. Переживать за это не нужно. Просто нужно понимать, что я придумал технологию, что я каждому из вас дам пять партнеров. Но вы поймите, это сложный процесс. Вот вы сами попробуйте, найдите пять партнеров, вы поймете, насколько это сложно. А мне пришлось придумать, чтобы каждому из вас дать по пять, по десять партнеров. И не бывает такого, что вот раз у меня там лежит в загашнике десять партнеров, а я их никому не даю. Будем так говорить. Вы должны понимать одну вещь, что на сегодняшний день идет акция. В будущем партнеров вы получать не будете. Те люди, которые придут позже. То есть это партнеры вы получаете, исполнители по акции на следующий день. И 25% это тоже акция. В будущем пакеты вырастут в цене. И когда человек будет покупать, он будет сам искать себе и партнеров, и исполнителей. Это сделано для того, чтобы раскрутить маховик. Понимаете? Вот сейчас я даю стимул для людей, чтобы они первые поверили, разобрались, стали партнерами, чтобы мы вместе объединились. Вместе мы силы. Мы все это дело сделаем. А в будущем, когда мы запустим Киев, вы уже будете зарабатывать эти пакеты вырастут в цене, они будут иметь некую рыночную цену. Я не знаю, сколько, но по моим прогнозам пакеты должны вырасти в 3-5 раз от этой цене. И сейчас очень выгодно инвестировать в эти пакеты. Вы можете купить 2-3 пакета, а через год их продать в 2-3 раза дороже. Это то же самое, что отнести в банк 100 долларов, а банк вам заплатит 6% годовых. Или 4% годовых. А если вы за 100 долларов купите пакет, то через год вы получите 200 долларов. Это тоже очень выгодная инвестиция. И риск есть и в банке, есть риск и у нас. Но у нас у рынка меньше, чем в банке на сегодняшний день. У меня была недавно история одна. Один наш партнер, кстати, чтобы вы знали, что некоторые партнеры возвращают деньги. Вот им плохо объяснили, или у них финансовое положение тяжелое получился. Вот он купил пакет, а потом у него не получается. Он говорит, я хочу вернуть деньги назад. И я возвращаю эти деньги тем людям, которые хотят вернуть. У меня тут даже в правилах написано, что в течение 15 дней вы можете вернуть те деньги, которые вложили. Возвращаю деньги. И знаете, какая история получилась? Что человек, я до 3-х часов ночи работал, потому что там всякая работа была. только лег спать, а где-то в 6-7-го мне приходит сообщение. Человек говорит, вот у меня тяжелое финансовое положение, верните мне, пожалуйста, деньги. Ну, там описал свою ситуацию, что ему действительно надо деньги. Я подрываюсь, иду к компьютеру, вывожу ему деньги. Это он всем в 7-е в 7-е в 7-е он мне написал, в 8-е часов я уже ему переправил деньги. А банк эти деньги ему не начислил. Он мне пишет, я вижу, я ему скриншот послал, что я отослал деньги, а банк не начислил. И получается, он начал там переписываться с банком, и банк сказал, что деньги он получит там в течение 10 дней. И он мне пишет, что за ситуация. Я говорю, так получается, что наша компания более надежна, чем банк получилась в этой ситуации, потому что я ему сразу отдал деньги, а банк ему эти деньги вернет через 10 дней. Так что, есть такие даже интересные нюансы были у нас. И еще очень важно, что мы имели в виду, если у вас, у нас где-то какое-то количество людей уходит, или им плохо объяснили, вот мне сегодня задал вопрос, человек купил пакет и говорит, а когда я начну получать деньги? Завтра, послезавтра должны начисляться. Я говорю, да нет, здесь совсем по-другому. А мне не так рассказали. Ну, говорю, если вам не так рассказали, вы разберитесь, и если вам не понравится, я могу вам вернуть деньги. То есть, иногда партнеры забирают свои деньги, и тогда, может быть, у вас в кабинете какой-то из партнеров пропадет. Такая ситуация может случиться, это жизнь. И еще очень важно, что я хочу сказать, что вот сейчас в последнее время пошли моменты, когда вы приглашаете какого-то партнера, а он регистрируется не под вами. Вот уже было нескольких таких случаев. Значит, очень важный момент, который для меня важен, чтобы я понимал, что этот ваш партнер, вы каким-то образом переписываетесь с этим человеком. То есть, у вас или в Вайбере, или в Телеграме идет переписка, что вы человека пригласили, такого-то числа видно, он посмотрел, задал вам вопрос, вы ему объяснили, рассказали, он стал партнером. И вот эта переписка для меня важный момент, что если он зарегистрировался не под вами, то я на основании этой переписки могу переписать этого человека с одного, ну, под вас, будущего. Так что все эти переписки храните, потому что они подтверждают того, что вы пригласили именно этого человека. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если подписала я человека, он считается в количестве 5 человек или это... Нет, 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 5 человек это мы вам даем, а все, что вы подписали, это уже ваш дополнительный доход. У вас могут быть 5 и 10 партнеров, то есть 5 даем вы, мы, а 6, 7, 8, 10, 20 это уже ваше. Спасибо. Да, это верно, сегодня переписывала с Сергеем, потерялась у меня партнер Ирочка Полей и Сергей мне сегодня вернул ее в кабинет. нет благодаря вот этим скриншотам и перепискам. Сергей, еще один такой вот вопрос. Наша рекламная компания, когда пойдет вот на Киев, да, увеличатся, возможно, наши пакеты, цены на них, а следующая рекламная компания, она начнется, ну, также будут акции, будут какие-то бонусы, и с какой цены будут пакеты, с 15 долларов или все-таки больше, ну, какое-то время дешевле, а потом повышаться будет цена. Ну, смотрите, пакет пакету будет разница, вот пакет, который сейчас первые тысячи к нам придет, они уже начнут зарабатывать, у вас уже будут внутри исполнители, партнеры, они уже будут приносить вам доход, и цена на эти пакеты вырастет, и вы можете ее продать, подарить и оставить по наследству, то есть цена, а если мы запускаем, допустим, Одессу, мы снова собираем деньги на Одессу, а люди снова покупают пакеты, в которых там нету ни исполнителей, ни партнеров, то есть цена будет, для тех будут пакеты по другой цене, то есть, понимаете, есть некая будет рыночная цена для пакета, вот, цену пакета будет диктовать рынок, в вашем пакете есть 10 из партнеров, 50 исполнителей, они получают доход, это одна цена пакета, а в другой человек купил пакет, а в него там пусто, нету ни исполнителей, ни партнеров, это другая цена, понимаете, на каждый пакет будет некая рыночная цена. Это понятно, а еще такой вот вопрос как раз возник, значит, если будет следующая рекламная кампания, мы уже не будем, ни в одной рекламной кампании получать исполнителей и партнеров, да, это только первая рекламная кампания будет иметь такое преимущество. Ну, я уже говорил о том, что на сегодняшний день есть акция, когда я вам даю партнеров, исполнителей без приглашения, вот, это акция временная, ну, по сути, что происходит, если логически по мысли, тут вокруг, рядом с нами есть, вот, вы идете по улице, есть бизнес, человек построил станцию техобслуживания, кто-то сделал автомойку, кто-то сделал гостиницу, да, человек построил бизнес и потратил какую-то сумму денег и потратил какое-то время на это, вот, а потом, когда он это все сделал, провел рекламную кампанию, потихоньку начинает зарабатывать на том бизнесе, который он сделал, по сути, вы здесь строите такой же бизнес, вы получаете в кабинет реальных живых людей, которые пожизненно вам будут приносить доход, ваше участие, вы дали небольшую сумму денег, человеку, который строит там станцию техобслуживания, он туда десятки, сотни, десятки, десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, сто тысяч долларов вкладывает, чтобы получить, а вы получаете вкладываете двести, триста, пятьсот долларов, а когда у вас будет допустим премиум пакет или два пакета, то вы будете зарабатывать столько же, сколько и он, только он вложил сто тысяч долларов, а вы вложили тысячу долларов, а доход у вас будет практически одинаковый, и скажите, пожалуйста, должен ли я вам буду давать партнеров и исполнителей, то есть я говорю, на этой площадке вы можете создать реальный бизнес, на реальных людях, найдите себе людей и зарабатывайте, в будущем так и будет, то есть на сегодняшний день пока есть акция, это сделано для того, чтобы раскрутить маковик, а когда маковик будет раскручен, когда у меня тысячу партнеров в Киеве будут уже зарабатывать, и вы скажете, смотрите, я уже купил пакет, но в этом пакете у меня есть исполнители, каждый день мне проносят доход, вы выставите свой скриншот, сколько вы выводите денег, покупайте пакет, и те люди, которые увидят пример ваших доходов, они уже будут покупать пакеты по той цене, которая будет потом, и уже сами будут приглашать и исполнителей, и партнеров. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, значит, если мы купим при следующей рекламной кампании пустой пакет, конечно, компания уже нам не будет предоставлять партнеров и исполнителей, а как тогда этот пакет будет у нас зарабатывать? то есть, купили с одного города рекламная кампания, потом в России там будут открываться города, в зарубежье будут открываться города, пакеты будут все пустые, это мы будем обязаны теперь искать и партнеров, и исполнителей. Ну, я думаю, что исполнителей какое-то количество я буду давать с пакетами, но партнеров вы не будете получать. А с партнерами понятно. Да, то есть, исполнителей вы получите какое-то количество согласно купленного пакета. Ну, а приглашать это же не сложная процедура. Вы, когда вы вместе с нами поработаете, поверьте мне, вы научитесь и приглашать исполнителей приглашать партнеров. Потихоньку, знаете, с кем поведешься, того наберешься. Знаете такое выражение? Сергей, а вот у вас документ открыт на экране, да, вот красным шрифтом написано вывод денег с кабинета производится в течение 3-5 банковских дней за минусом 8% от выводимой суммы, да, вот эти 8% они из чего складываются? Это банковская комиссия или только банковская комиссия или что-то еще? 5% мы платим налог с оборота, как частный предприниматель, 5%, а потом идут банковские комиссии, вот смотрите, когда вы платите за пакет, я все деньги начисляю вам на счет, но мне приходит денег меньше, вот это, то есть, вот эти переводы и все остальное, они съедают часть денег, вот вы присислили, допустим, 1600 гривен, и 1600 гривен пришло вам на счет, а по сути я получил меньше, потому что эти деньги перевел, если с платежной системы там процент сняли, там процент сняли, и получается, что набегают, вот я взял тот минимум, 8%, которые, вот процентов единой налоги, плюс проценты, которые набегают здесь, еще и конвертации есть денег тоже, на конвертации мы эти потери, вот 8%, это даже меньше, чем я в некоторых случаях, я взял среднее, в некоторых случаях больше теряю, в некоторых меньше, но в среднем это 8% получается, но еще раз говорю, что в будущем это будут другие суммы, почему, потому что это, когда мы зарегистрируем компанию и проведем вот юридическое, булгарское исследование, как нам будет платить, тогда будет рассказано, конкретно какие суммы мы будем изымать, потому что мы не можем нарушать законодательство страны, в которой работают. Скажите, а запись этого видео будет? А то я поздно пришла. Насколько я помню, кто-то записывает уже, да? Да. Так, у кого там поверь мечту, выключите, пожалуйста, радио. Записывайте, я насколько знаю, есть такой момент. Еще вопросы, пожалуйста. Наверное, еще самый главный вопрос, который всех интересует. В хороших компаниях во всех есть преднабогодний корпоративчик, а у нас как там? Хотя бы в видеотрансляции там? Ну, видеоконсерсляции обязательно проведем. Я думаю, что да, однозначно, да. Может быть, даже какие-то подарки придумаем. Интересно. Дед Мороза допустили. Ну, да. К вам пришли пробежать. Еще вопросы, пожалуйста. Алло, меня слышно? да, да. Да, да, очень хорошо. У меня такой вопрос к вам. Почему вы пошли по такому сложному пути? Ведь существует для такой отличной идеи, существуют венчурные и ангельские, можно сказать, ну, так называют инвестора. почему вы пошли таким зрительным путем? Хочете полгода от старта до реальной компании? могли бы, ну, вы поняли мою мысль, да? Отвечаю на ваши вопросы. Когда я написал этот проект, я так и сделал, как вы сказали. Я пошел искать людей, инвесторов. Я переговорил, вот я вам когда-нибудь покажу этот список, там 600 человек у меня есть. Я встречался с инвесторами, рассказывал о проекте и я столкнулся с двумя проблемами. С одной стороны, люди не понимали, что такое IT-технологии, вот нам нужны, мы можем поддизги там, или в сельское хозяйство, или какое-то производство, IT нас не интересует. Это первая проблема, с которой я столкнулся. Вторая проблема, те инвесторы, которые разбирались в IT-технологиях, хотели контрольный пакет моего проекта, то есть стать владельцами проекта. Мне надо было отдать этот проект им, то есть они бы стали управляющими, а я бы просто был какой-то там исполнительный директор. И я на эти условия тоже не пошел. То есть я потратил почти год времени на поиски инвестиций, я их не нашел по вот этим двум основным причинам. Культуры инвестирования в СНГ не существует. Люди, которые с деньгами, им надо контрольный пакет, чтобы они были владельцами этого проекта, а я на это не шел. Поэтому я придумал партнерку, что лучше я соберу, ну, партнерка, это по сути краудфайдинг. Если зайти в Викинпедию, назвать, написать слово краудфайдинг, там написано, что это народное финансирование. То есть есть стартап, и есть народное финансирование. Я пошел по этому пути. И мне это выгоднее. Почему? Потому что получив одного инвестора, вот почему мне выгодно иметь 10 тысяч партнеров? Потому что когда 10 тысяч партнеров, и когда я выложу какой-то рекламный пост, у меня появится под этим постом 10 тысяч комментариев. А если у меня будет один инвестор, то он не сделает столько комментариев под этим рекламным постом. То есть в данном случае это выгоднее. Да, но я, то, что вы сказали, у меня был такой этап в жизни, когда я сделал проект, я сделал презентацию, написал, расписал все и пошел по этим инвесторам. Я просто потерял год времени на это. Когда-нибудь я напишу книгу про эту историю, как это все тяжело давалось. Будет интересно почитать. Еще вопросы, пожалуйста. Еще вопросы есть, если нет, то будем заканчивать. Скажите, пожалуйста, Сергей, алло, слышно, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот я новичок, да, и через сколько дней приходят исполнители вот у новичков? Смотрите, вы экран сейчас видите? Экран видите, я демонстрирую. Алло, алло. Да, видно. Вот какой у вас пакет? Алло, какой пакет у вас? А меня слышно вообще или нет? Да, 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 слышу, слышно. Слышно, слышно. У нее микрофон выключен. базовый пакет. Вот видите, здесь написано, что первого партнера вы получаете через 11 дней, плюс-минус 3-5, 3-5 дней. Второго партнера через 12, третьего через 13, то есть, а здесь внизу написано в общей сложности, то есть 11 плюс 12 это 23, а 23 плюс 13 это 36. А вот здесь вот исполнитель, видите? После того, когда вы получаете 5 партнеров, вы получаете исполнитель. Видно вам, нет? Алло. Я звук выключил. Алло, да, да, да. Видно вам вот эту вот картинку? Тут же все расписано. Заходите, пожалуйста, в правила, там напротив каждого пакета видно, когда вы получаете партнеров и когда получаете исполнителей. Да, это не точно в один день в день. Это может плюс-минус 3-4-5 дней разница, но вы гарантированно получите. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, я внесла 1 доллар и зафиксировала для себя цену стартового пакета на месяц. Сейчас занимаюсь рекламой и когда у меня должны появиться первые партнеры и исполнители? Ну, я только что рассказывал, что пока вы не станете партнером, вы не будете получать ни партнеров, ни исполнителей. Но это то, что вы делаете, оно учтется. Вот эти дни, потом, когда вы купите пакет сразу или в рассрочку, учтутся ваши дни и вам будут добавлять партнеров. Только после того, когда вы внесете сумму за пакет. Минимальная сумма, которая у нас есть для стартового пакета это 20 долларов. Вот вы внесете и с этого момента я начислю вам партнеров, исполнителей. сначала партнеров, а потом исполнителей. Понимаете, это инвестиционный проект. Мы собираем деньги для рекламы. Если мы не соберем деньги и не проведем рекламу, то это будет потрачено зря. Понимаете? Да, все прекрасно, понимаю, спасибо. Еще такой вопрос. смотрите, если человек зарегистрировался в течение вот этой вашей акции, не поступили деньги, он уже в акции не участвует. Так понятно? Так, да? Не понял, еще раз. Вот человек зарегистрировался и не оплатил еще, а вас там не считаются. Это получается, что за эти дни он должен оплатить. Допустим, если он пришел на 60 на акцию, если он не платил 3 дня, по часам по вашим, он потом будет платить 75 долларов или как? Или я не так понимаю? Ну, смотрите, у нас там в кабинете есть такая штука, называется промкод. Не обращали внимания? Значит, если человек просрочил свои дни, там, допустим, через 10-15 дней, он может написать мне в личку и сказать, что я готов оплатить, дайте мне, пожалуйста, промкод, я дам промкод и он получит ту скидку, которая на сегодняшний день действует. Понятно, спасибо. В кабинете есть строчка для промкода, для получения скидок. Еще вопросы? А можно предложение? Чтобы к Оле каждый раз не обращаться, нельзя? Это еще в одной вкладочке, по поводу того, что как мы работаем и сколько дней у каждого человека. Было бы неплохо, каждый зашел и увидел, сколько он проработал. Если вы мне найдете человека, который расскажет, как перенести формулы в цифры в облаке, я реализую эту функцию. С одного файла в другой, потому что там идет формула, а я должен перенести цифры. Я просто, я знаю, что это можно сделать, но просто не хватает времени на это у меня. пусть мне скажут пошагово, что вот у меня есть у меня формула в эксельной табличке в облаке и там есть цифра. Когда я должен скопировать эту формулу и должна перенестись цифра, которая там нарисована. Есть среди нас люди, которые это умеют делать? Найдите, я сделаю это дело. Нет, дело в том, что у меня, я помогаю дочери, она просто дала мне доступ и чтоб я просто смотрела и все. То есть, так само, как все остальные таблички. Нет, я просто говорю, что есть специалисты по вот этим файлам, по экселовским в облаке. Надо найти специалиста, который расскажет, как формулу перенести, вот есть формула, которая суммирует все ваши работы. равно вот этим 7 дням. И там, допустим, 70 дней написано, да, но эта цифра видна мне как цифра, а если зайти в этот квадратик, то там будет формула. И если я копирую эту формулу, то скопируется только формула, а не цифра. Мне надо преобразовать формулу в цифру. Преобразовать, если образовать и скопировать. Там же есть, когда вы скопируете и переводите, там есть только значение и все, только значение и оно вставляется цифрой, а не формула. Ну вот напишите мне по шагу, как это делается. Нажимаем на вот это вот, выделяем это. Я прошу, хорошо, я потом с вами свяжусь. Да, свяжитесь. Правой кнопкой мыши нажимаем на ячейку, в которую хотим вставить. Потом выезжает контекстное меню, в контекстном меню есть меню вставка. Во вставке выбираем папочку с цифрами 1, 2, 3 и все нормально получается. Ну, опять же, вот дайте мне специ... Я знаю, что это можно сделать, но для того, чтобы мне это сделать, это мне надо потратить полчаса времени или час, чтобы разобраться, как это сделать. Я хочу, чтобы вы мне просто дали пошагово сказать. Вот шаг 1, шаг 2, шаг 3, массив. Выделяем массив, делаем так, делаем так и вставляем. Тогда я это сделаю. Я прошу прощения, но реально не хватает на это времени изучить этот момент. я и так уже изучил все, что можно было изучить. Я когда-то не умел презентации делать, а пришлось научиться делать презентации. Я думаю, это не очень принципиально важно, потому что такие детали можно у Оли в переписке посмотреть, когда вы первый раз начали работать. Вот. И это все можно посмотреть и посчитать по дням. Ну, смотрите, вот тут вот, если посмотреть рекламные посты, тут всегда есть ее данные. Вот на телеграм-канал и на фейсбук-страничке. Вы всегда можете написать и сказать, здравствуйте, Оля, там, я такая-то, такая-то, сколько мне рабочих дней? И она всегда отвечает. Ну, кроме субботы и воскресенья, она выходная, суббота и воскресенья. Это понятно. Ну, я имею в виду, чтобы не дергать человека. Ну, если вы мне дадите пошагу инструкцию, как это сделать, я реализую. Хорошо, я поняла. Спасибо, да. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, тогда я буду подводить итоги. Ребята, значит, суть в чем? Мы создали некий проект Marketplace, который в будущем будет стоить очень дорого. И вы можете стать этим партнером нашего проекта. По сути, стать моим партнером. Я вот открыт для вас, как бизнесмен. В двух словах я объясню, что я за человек. Я жил в Донбассе. У меня было компании нормальной. Работало больше 700 человек. Но потом в Донбасс пришла беда. Наверняка знаете, что здесь творилось. В 2014 году мне пришлось уехать отсюда, я потерял свой бизнес. Я понял, что нужно делать какой-то бизнес, который не привязан к территории. Не привязан к квадратным метрам, к квадратной земле. Потому что в любой момент там может наступить какой-то катаклизм, и твой бизнес весь полетел. Как у меня полетел этот бизнес. поэтому я придумал проект, который не привязан к территории. Я должен зарабатывать в любой точке мира и реализовываю этот проект. Присоединяйтесь, я вам протягиваю свою руку и говорю, давайте вместе создадим. Это первый шаг, который я сделал. Ваша задача разобраться в проекте, задать мне вопросы. То есть, любой человек может связаться со мной, получить все ответы, посмотреть видео, разобраться в маркетинг-плане, разобраться, что это за проект, как он работает, как и сколько вы будете зарабатывать. После того, когда вы разбираетесь, вы принимаете решение, нужно вам это или нет. Но каждому человеку я уже не раз говорю, говорил еще раз повторюсь, что все мы живем по принципу обмена времени на деньги. Сегодня поработали, что-то заработали. Завтра поработали, что-то заработали. Послезавтра нам нужно больше денег. Мы работаем на одной, на двух работах или на одной работе по 16, по 12, по 18 часов. Это правда жизни, такая она существует. Но существует еще вторая правда жизни, что вот этот обмен времени на деньги, он всегда заканчивается. Всегда. Кто-то болел, кто-то попал в ДТП, кто-то пошел на пенсию, и вы не сможете поменять свои возможности. Время на деньги. И тогда, как жить, уже решать вам самим. То есть вам нужно искать возможность зарабатывать деньги, когда вы сможете сидеть дома на пенсии и получать доход. Ищите такие возможности. Обязательно ищите. Не обязательно в моем проекте. Ищите другие возможности. То есть вы должны создать себе подушку безопасности на 100 долларов, на 200 долларов, на 1000 долларов в месяц. и застраховать себя. Потому что жизнь такая жесткая штука. Вот когда у меня случилась беда, когда на Натбасе случилось, у меня был нормальный доход, все было хорошо, потом я остался ни с чем. Мне пришлось начинать все с нуля. Жизнь жесткая штука. И надо себя обеспечить этим делом. Изучайте проект, вникайте. Я открыт для всех. Вы знаете, что любой человек может со мной в любое время связаться. Я отвечу на все вопросы. И если вам понравится, зайдет, как говорится, этот проект, то вы можете стать партнером. Расскажите, сегодня будет вечером еще встреча или будет только запись? Будет запись. А где можно найти запись? Здесь в чате? Да, в чат выложат ее. Спасибо. Так, ну ладно, всем большое-большое спасибо. Был рад слушать партнеров. Почему я рад вам? Потому что я без вас бы это все не сделал. Да, конечно, я шел к этому сам, и теперь я иду не один, и мне это очень приятно. Я постоянно читаю ваши комментарии, которые вы пишете. Я единственное, что попрошу, не надо меня тут как это, превышать, приумножать. Просто попроще относитесь ко мне. Вот эти комментарии, пишут меня, что я там какой-то там супер-пупер, я сразу удаляю, не обижайтесь, я не люблю такого. Ну, а конструктивные вещи, которые будут в чате, я приветствую. Задавайте вопросы, и, возможно, кто-то еще кроме вас станет партнером. Я думаю, что у нас тенденция нормальная, вы видите, что каждый день у нас мы пробавляемся. не так быстро, как хотелось бы, но тенденция говорит о том, что из 1200 человек у нас 350 партнеров, остальные в режиме, так сказать, раздумья. Я этих людей тоже понимаю. Кого-то уже кинули, у кого-то еще денег нету, кто-то их ищет. Но вот у нас, я вижу, что многие люди говорили, что я насобирала денег и стала партнером. Не надо вкладывать все деньги. Не надо влаживать в этот проект последние деньги. Никакого случая этого не делайте. Вы можете зайти в этот проект в любой момент. И через месяц, и через полгода, и через год, и через какое-то время. Сконцентрируйтесь на своей цели и потихоньку, потихоньку начинайте реализовывать. Работа здесь нетрудная. Написать этих 20 комментариев это занимает всего лишь 15 минут в день. Для тех, кто умеет это хорошо делать, ну, 20-25 минут в любое удобное время. Так что, я думаю, что тот алгоритм, который я построил, он не слишком тяжелый. Так бы, да. Да, спасибо вам большое. Все, заканчиваем. Всего доброго. Всем тогда спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова